Нижданинское золоторудное месторождение Осваивает месторождение Полиметалл, один из мировых лидеров по добыче драгоценных металлов. Сегодня это карьер и обогатительная фабрика, современные лаборатории, склады, дороги и мосты, объекты энергетики и социально-бытовой инфраструктуры. Реализовать амбициозный проект, справившись с суровым климатом и упорным характером Нижданинского, коллективу компании удалось за рекордные 38 месяцев. Подготовку карьера производительностью до 2 миллионов тонн руды в год специалисты начали со строительства дорог. Три года горники отвоевывали каждый метр дороги, прокладывая ее к вершине горы. Уже в 2019 году к месту будущего карьера впервые поднялась тяжелая техника, чтобы начать вскрышные работы. Особый рельеф заставил отступить от привычной схемы перевозки руды. На Нижданинском самосвалы с грузом идут не вверх, а вниз, из карьера. Уже много месяцев на месторождении активно идет добыча руды, а также продолжается геологоразведка для наращивания минерально-сырьевых запасов. На всех этапах работ сотрудники используют самые современные технологии. Сердце Нижданинского — фабрика с комбинированной гравитационно-флотационной схемой обогащения. Выпуск товарного золота в концентрате в год составит 180 тысяч унций в золотом эквиваленте. Суровый климат Якутии заставил переосмыслить подходы к строительству. Специалисты сочетали самые разные технологии. Сборные фундаменты, сваи, защиту грунтов под основанием зданий от растепления и вибрации специальными материалами. Бетонные работы выполняли только зимой. Всего уложено 20 тысяч кубических метров бетона. В каркасе здания была использована специальная сталь, которая исключает негативные воздействия от перепада температур и сейзмики. Сегодня горнообогатительный комбинат — это высокотехнологичное производство с серьезным уровнем автоматизации. Сложный и многоэтапный получилась сборка и отладка двух мельниц для измельчения руды весом 350 тонн каждая. Их доставляли из ЮАР. В России такое оборудование смонтировано впервые. В проекте компания использовала самые современные экологические решения. Для минимизации воздействия на окружающую среду выбран вариант сухого складирования хвостов. Внедрена система оборотного водоснабжения производства. С 2022 года Нежданинская будет полностью обеспечена электроэнергией через строящуюся линию электропередач. Подключение к энергосети позволит существенно снизить выбросы парниковых газов. С 2023 года компания планирует перерабатывать концентрат на Амурском гидрометаллургическом комбинате в Хабаровском крае, который после ввода в эксплуатацию второй очереди станет крупнейшим в России производством, использующим технологию автоклавного окисления. Сначала продукцию повезут по автотрассе, затем по железной дороге. Нежданинская – это труд сотен людей, настоящих профессионалов с уникальным опытом и упорным, как здешняя руда, характером. Ввод производства позволит создать более тысячи постоянных рабочих мест, обеспечить стабильные налоги в бюджеты и поддержку социальной сферы, даст новый импульс развитию экономики региона. Развитию для успешного будущего. Субтитры создавал DimaTorzok